Главная новость к этому часу. Госдепартамент США назвал Россию мировым лидером по росту случаев ВИЧ. Игорь Северюгин, здравствуйте. Сегодня в мире отмечают день борьбы со СПИДом. Именно этому было посвящено выступление координатора глобальных программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией Госдепартамента США Дебора Бергс. По ее словам, в России зафиксированы самые высокие в мире темпы роста новых случаев ВИЧ-инфекции. Очень важно отметить, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции растет не только в Иране. Самые высокие темпы роста мы отмечаем в России. В основном за счет случаев заражения населения в группах риска. Также это вызвано тем, что не принимаются адекватные меры для борьбы с масштабной эпидемией в стране. В России сейчас более миллиона человек инфицированы ВИЧ. И это только подтвержденные случаи. По данным российского Минздрава, за последние 10 лет количество людей, у которых положительный результат на ВИЧ, увеличилось на 18%. Это почти одна пятая. Государственные программы по борьбе с ВИЧ-инфекциями направлены на лечение тех, кто уже заболел. Но, по данным экспертов, крайне мало делается для того, чтобы предупреждать распространение, особенно в группах риска. Мы выявляем уже зараженных, но не предупреждаем новые случаи заражения. Это специальная работа с наркопотребителями, которая одна из главных уязвимых групп. С секс-работниками и с мужчинами, которые имеют секс с мужчинами. Эти группы пока плохо охвачены профилактической работой. Продолжение следует...